Привет! Я Сергей. В эфире очередная передача Игра Онлайн. Сегодня рассказ об игре Князь Тьмы. Князь Тьмы – браузерная онлайн-игра в жанре экшн с впечатляющим игровым миром и эпичным противостоянием двух фракций. Игроков ждут ожесточенные битвы королевств, свободные зоны и увлекательные задания, которые не дадут скучать ни на минуту. Прежде чем начать свой путь в мире Князь Тьмы игроку предстоит выбрать фракцию и класс, после чего начнется приключение. В начале путешествия, игроку доступно обучение основным составляющим геймплея для максимально комфортного старта. Прежде, чем окунуться в увлекательный мир Игра Князь Тьмы необходимо создать своего персонажа, выбрав фракцию и класс. Сразу после запуска игры нужно пройти обучение основным механикам, ведению битвы, участие в игровых событиях, улучшению персонажа, прокачка маунтов, реликвии и многое другое. Система развития здесь многогранная, потому прокачка персонажа не будет однообразной за дня в день. Примечательно то, что в Князь Тьмы и не нужно нанимать каких-то героев с таверны думать об их правильном расположении в отряде, ведь персонаж будет сражаться один. Добавлять боевой мощи герою будут крылья, ездовые животные, каноны, спириты и агиды. Также есть возможность превратиться в могучего архонта на несколько минут для нанесения более сокрушительного урона своему сопернику. Фракции и классы В начале игры необходимо выбрать фракцию и класс персонажа. Всего в игре существует две фракции, люди и темные, каждый из которых имеет по три класса. Разработчики игр Князь Тьмы отлично позаботились о соблюдении баланса между классами, потому введена интересная система бонусов за выбор классов, которые не пользуются спросом. Обращаем ваше внимание на то, что фракцию и класс в Князь Тьмы сменить нельзя, даже за донат. Боевая система Сражение в игре Князь Тьмы проходит в реальном времени, то есть ждать окончания боя, смотря на монотонные движения и персонажей, не придется. Очень интересным и новым является режим свободной атаки, благодаря чему в Князь Тьмы можно сражаться с игроками с любой локацией в любое время. Если сражаться не планируете, просто выберите режим мир под аватаром персонажа, и на вас не смогут напасть другие игроки. Также в игре существует специальный параметр агрессия, который повышается в случае нападения на персонажа и своей фракции. Чем выше агрессия, тем больше шанс потерять, в случае смерти, предметы из рюкзака, которые будут подобраны другими игроками. В Князь Тьмы, помимо режима открытой атаки, есть межсерверные битвы и арены 1 на 1 или 3 на 3. Если в случае с аренами все и так понятно, то с межсерверными битвами все немного сложнее. Участвуя в межсерверной битве все игроки должны приложить максимум усилий, чтобы отстоять интересы своей фракции. За нападение на представителей своей фракции персонажу начисляются штрафные очки, а цветника окрашивается в специальный желтый цвет и чем больше убить своих, тем ближе желтый цвет переходит в красный. Чем краснее не к ней персонажа, тем выше шанс потерять ценные вещи в случае смерти, что является наказанием за содеянное. Вам понравилось наше видео? Тогда подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.